Всем привет! У меня на моем рабочем стаде стоит два монитора. Один, который, этот, в принципе, не мой монитор. Это монитор брата им, и мне его надо отдать. И встал вопрос купить себе, приобрести еще один монитор. Вместо того, который мне нужно отдать, и что-то подумал, погумекал, и вот он. Новый монитор. Это огромный должен быть монитор. А это монитор Samsung на 32 дюйма. Он еще плюсом по всему и изогнутый. Поэтому сейчас мы его распакуем, посмотрим, поставим. И вообще, что в комплекте, что сам монитор. Все узнаем. Ладно, я даже не знаю, куда его разместить. Пускай будет здесь стоять. Положу сейчас. Вскрою все это дело. И перед нами коробочка открывается. Коробочка открывается. Здесь бумажки не нужны. Комплект. Подставка. Монитор, он проблема, не проблема. Не знаю, как цена. Особенность того, что он белый. Это вот так вот, что-то для кого-то минус, для кого-то плюс. Здесь вторая часть подставки. Камеру расположить некуда. Поэтому, как камеру поставил, как микрофон подцепил, так и будет. Блок питания у него внешний. Разъем, не знаю, сколько, на сколько. Выход 14 вольт. 2,5 ампера. 35 ватт блок питания. Также, кому в 2018 году нужны диски и бумажные инструкции. И что у нас тут еще? Вот у нас тут очень приятная вещь. То есть, то, что в принципе и должно быть. Ну, кабель питания, это понятно. Кабель питания с изогнутыми вилками. Одна вилка изогнута и другая вилка изогнута. И HDMI кабель. То есть, уже наверняка можно быть уверенным, что он хорошего качества. Этот кабель. В принципе, в комплекте все. Больше нет ничего. О, кусок скринопласта. Один. Кусок скринопласта другой, на котором еще лежит монитор. Я сейчас все это дело на пол спущу. И доставать буду. Не знаю, петличку весить не стал, потому что все это шуршание. Возле меня, которое я подумал, что будет хуже. Офигеть. Офигеть. Вот он, монитор. Вот он, вот так вот. Он 32 дюйма изогнутый. Вот, типа, изогнутость... Как его сказать... Какая-то там параметра изогнутости, как... О, IMAX. В IMAX кинотеатрах. С обратной стороны... Разъем питания. Выход на наушники. Причем просто на наушники. Там без микрофона, без села просто выход на наушники. HDMI. И DisplayPort. По-моему, должен быть. Ага, DisplayPort. Офигеть. Мне кажется, он входит только еле-еле-еле сюда входит. Как я поставлю два монитора. Это проблема. Ладно, сейчас просто хотя бы тогда его подключим. Посмотреть хотя бы какая там картинка будет. И... Блин, он капец огромный. Ладно, ставлю на подставку, собираю и подключаю. О-хр-е-не-ть. Это... Он просто у меня еле, во-первых, встал сюда. Ну вот он вошел только-только. Старый монитор, я не знаю, войдет у меня, не войдет. Старый монитор у меня без настенного крепления. И ему пришлось приделывать... Кстати, понятно. Приделать вот такие вот цепочки, чтобы его подвешивать. Там два крючка висят. Вот, поэтому... А этот с креплением на стену у него есть. Придется снимать с него. Делать тому монитору крепление. А вместо этого весить вот этот вот. Весить, вешать. И он должен тоже войти только-только. Получается рабочая зона из двух... Из двух мониторов, которые стоят вот так вот. Блин, но он... Он обалдеть, он огромный. На видео-то наверняка не передается. Это просто офигеть. Вот так. Так. Пикселизацию не видно. То есть, самое то, что я боюсь, это то, что будет большая пикселизация. То есть, каждый пиксель будет видно на 32 ревома мониторе. Проблема в том, что он Full HD. С такого расстояния. Это нужно брать какой-то стол шире, чтобы сидеть от него дальше. Потому что, например, вот так вот. Если смотреть, да, я вижу. То есть, на самом видео не видно. А вот тексты, всякие значки, вот там видно пиксели. Он белый. И еще поверхность у него полуматовая или полуглансовая. Только не знаю, как правильно считать. Потому что оно что и так, что и так получается правильно. То есть, она, в принципе, бы и глянцевая, но не настолько глянцевая, что прям глянцевая. Типа, не настолько грязь-грязь. Типа, да. Вот. Поэтому буду смотреть, пробовать. Как вариант. Второй монитор, я думал, его развернуть вертикально. То есть, потому что я пользуюсь, обычно открываю здесь какие-то документы. Мне что-то нужно смотреть. Но смысл будет в том, что пропадет всякое. То есть, например, я открываю здесь Total Commander у меня. Различные документы открываются. И у меня вот так вот где-то занимает хотя бы вот так вот место. То есть, в принципе, если в высоту делать, будет такая ширина документа. Но у меня пропадет тогда вот это вот все. Вот это вот все. То есть, здесь у меня и руки специально так раскиданы. Здесь, то есть, это время, дата, загрузка процессора, оперативка. То есть, здесь специально сделано для удобства это все. И если я поворачиваю это вертикально, у меня документ встает во всю ширину монитора. И у меня вот это все пропадает. Поэтому тут я еще подумал, конечно. Но, скорее всего, я поворачивать вертикально точно не буду. Ладно, тогда буду сейчас... На видео, говорю, не видно этих фиксализаций. Буду смотреть, привыкать. И следующая половина уже будет динить неделю через две, когда я уже хорошо поработаю за этим монитором. Причем большинство... Не большинство, я, в принципе, работаю с документами. Поработаю и скажу все, что я о нем думаю. Итак, прошла неделя. Даже чуть-чуть больше на один день. И можно уже что-то сказать об этом мониторе, потому что за неделю, я думаю, я уже, в принципе, привык. Итак, для начала скажу, что да, я привык. Привык к тому, что он большой. То есть, первый день я думал, блин, нафига я взял такой монитор. Надо было брать 27, потому что сидишь, он нереально огромный кажется. За неделю я привык. Но, думаю, для такого рабочего стола пойдет 27 дюймов. То есть, чтобы было комфортнее на нем работать, нужно отодвигаться подальше. Потому что все-таки, может, это чисто мое субъективное мнение, мне так кажется, но устают глаза, возможно. А может, и действительно, из-за того, что он большой перед тобой, вот такой телевизор стоит, и ты так близко к нему находишься. Сразу скажу, стоит отметить, что монитор не обладает какими-то там суперхарактеристиками, поэтому их называть бессмысленно. Стоит только сказать, что это 60 Гц, если кто-то там хочет себе супергерцовку какую-то. Это не игровой монитор. Здесь VA-матрица, не IPS. И здесь разрешение Full HD, то есть 1920 на 1080 точек. И понятно, что при такой диагонали экрана, по сравнению с маленьким экраном, здесь пикселизация видна больше. То есть, это то, чего я так боялся. Работаю я много с текстом, чертежи черчу, договоры заполняю и все вот такое прочее. Мне не возникло какой-то тяжести работать с текстами, то есть труда какого-то. То есть, все хорошо, понятно, что видно, текст, например, стал не такой более гладкий, а видно, что он прямой, с прямыми углами. Ну, то есть, все, в принципе, хорошо. И здесь в этом минусов нет, я привык. Посмотришь на второй монитор, да, видно, что там текст поприятнее, помельче, почетче, но, еще раз повторюсь, здесь все нормально, здесь меня устроило, и вижу здесь особо каких-то трудностей. По поводу того, что покрытие у него полуглянцевое, если вот сейчас я, если вот так смотрю, то вижу в углу отражается свет, который у меня здесь стоит. Если смотреть с другого угла проходить, то видно окно в нем, и то, когда в окно светит солнце. Но если я сижу вот так вот, я за него сяду ровно, я не вижу ни то, что с этой стороны светит, ни то, что с той стороны светит, то есть в нем ничего не видно. То есть видно под определенным углом, но, конечно, не стоит ставить и в монитор, напротив окна, это всем понятно. То есть что окно, чтобы сзади было, не стоит ставить, потому что это все будет идти, там хоть какой монитор будет. И то, что вот так не стоит ставить, потому что... То есть так монитор, и там окно, потому что здесь разница между яркостями. Ну, то есть, короче, тот же не стоит так делать. Где-нибудь в углу в темном месте, И там вот так вот нормально Если с текстом Какие-то видно Пикселизацию и все прочее То стоит включить видяшку Либо игру То есть в Diablo 3 я играю Контру почему-то забросил Там все пропадает Вся пикселизация, ничего не видно Все отлично вот так вот То есть и большой монитор И ты сидишь такой Большой монитор Такой фильм большой становится Игра большая Естественно это не 4К Чтоб там входило больше информации Наверное Но все устраивает В мониторе Есть функция режима Блин как он называется Ну то что сохранение зрения Вот это вот как в телефонах знаете Что цвета становятся Желтее например вечером Если ты сидишь без этого Чтоб желтее цвета становились Включается она вручную Здесь вот джойстик Сзади монитора Попа так вот Режим отдыха глаза Вот он называется Все он включился Яркость поменьше И цвета пожелтее Я его не включал Потому что как-то Если на телефоне нормально То на большом экране Мне кажется Глазам будет тяжело Они не смогут совсем привыкнуть Разницы картинок Особенно Это не нужно Если ты какой-то вдруг Даже минимальски В фотошопе работаешь Я конечно Здесь фотографии не обрабатываю Цветокоррекцией Не занимаюсь Но думаю там уже сразу Искажение всех цветов пойдет Этого не надо Джойстик Сзади все Джойстик управляется Четырехпозиционный Здесь если открывать Можно выбрать Режим отдыха глаз Источник То есть DisplayPort Моргает у него И HDMI Все на HDMI у нас есть сигнал Он появился Также меню И выключение питания То есть Монитор Я не знаю Я долго не проверял Но например Когда питания От компьютера Нету сигнала Питание Или сигнал То Монитор Начинает у него скакать Скакать картиночка Что он Ищет То ли источник То ли что-то Короче То что нет К нему источника Приходится Нажимать Сзади Джойстик Делать вниз И снова джойстик Чтобы выключить питание Это не совсем удобно Почему Потому что Например Если на этом мониторе Если нет Сигнала на него Он просто Моргает Цвета диод И все Стоит нажать кнопочку Он у тебя выключился То есть Никакой картиночки Не бегает То есть Если ты забыл Забыл Пускай просто светодиод моргает Здесь же Вот эта картинка бегает И надо Выключать И когда выключишь Начинает гореть Светодиод синим То есть В темноте Мне без разницы Я в этой комнате Ничего не делаю Может быть Кому-то будет Маленький светодиодик мешать Тогда Выключим монитор То есть Сейчас монитор включен Ничего не горит Что этого выключишь Начинает гореть Синий светодиод А здесь наоборот Светодиод Горит Когда включен Монитор Включаем Все Светодиод погас То есть Логика разная У мониторов Изогнутость Ох Свет погас Изогнутость Скажу как Привык И не вижу Особой разницы Ну видно что здесь Плоско А здесь Типа так Тебя Слегка огибает Но какого-то Вау Эффекта От изогнутого Экрана Нету Ну был плоский Стал изогнутый То есть Как бы Так и осталось Даже Изначально Когда достал Такого эффекта Не было То есть Когда я только Подключил Он просто кажется Большой А самой Изогнутости Не видно Может быть Если диагональ Больше будет То есть Здесь Ну за такую Сумму Все Отлично Ну что ж Вывод Что Это Отличный Монитор С отличной Ценой С нормальными Характеристиками И Ничего страшного Для такой Диагонали И такого Разрешения Нету То есть Это Чисто Сугубо Для меня Может у вас Будет Какое-то Другое Мнение На этом Все Всем До скорых встреч Если вам понравился Обзор Хотите Купить себе Такой Монитор Или купили Монитор Свет Начинает Моргать Пишите ваши Комментарии Задавайте Вопросы Ставьте Большие пальцы Вверх Подписывайтесь На канал Я наверное Уже 10 раз Повторил Потому что Меня свет Сбивает Все Всем до скорых Встреч И Пока Продолжение следует...